Своё прессийное святое они николе не могут сустреть усе разом. Навэт на 100-гадовый юбилей створения пограничной службы Республики Беларусь некто обовязково будзе у нараде. Порушение державной границы, умовно и тесоправдное, может отбыться у любую хвилину. Адекватно реаговать на все максимальные выклики и погрозы для пограничной службы – это задача номер один. Боротьба за нелегальной миграцией и международным терроризмом, забеспечение территориальной целостности и суверенитету державы – значение мая усём. Почас митингу, каля мемориалу «Вечный огонь», об этом нагадывается ещё раз и тут же проводится параллель. Зменяются обрисы границ и ведомственная принадлежность пограничной службы, а ле застаётся головная верность родиме. Справу сёняшних пограничников готовые протягнуть наученцы Гомельского кадетского училища. Некакий день тому 9 кадетов вытремали до садково складанное в опробовании на право ношения зелёных беретов. Сарат наученцев в училищах – это вельми престижно, особливо, каля после закончения установы марш стать курсантом института пограничной службы. У меня класс пограничника. Мой командир – это Елена Александровна, она служила в пограничной группе. И вот я считаю, что эта профессия для меня интересная, очень ответственная. Ну и я решил сдавать на зелёный берет. У складания кветок до мемориалу «Вечный огонь» не просто традиция, а ле и данина поваги тем, кто оборонил родиму подчас великой очины. Починаючи с червяня 41-го, каля без загаду, рубеж не покинула. Ни одна из 485 застав, якие находились на заходной границе, по планах вермахта заставы необходимо было закопить усягу за 30 хвилин, а ле и они тримались значно больше. Об этом не шмат кто ведает, а ле и оборонцу Брестской крепости было учило 5 одинок автоматичной стрелковой зброи, высокие автоматы, ППД-40, все остальные винтовки, а ле и при этом пограничники змагались, а маль месяц. Медали за бездакорную службу, нагрудные знаки за отзнаку, гоноровые грамоты Гомельских областного и городского ваконавших комитетов, и они саправды заслужили этой узнагороды. Мощность, героизм, отвага для саправданных пограничников это не только девиз, житевый ориентир. Далее, шмат заново увядений, которые потом выкорствовались в всем Советском Союзе, в свой час народились на белорусской земле. Контрольно-следовая полоса, питомники для службовых собак, охова границы с допомогой авиации, все это начиналось и тут. Сучастные белорусские пограничники так само имкнутся быть лепшими. Профессионализм у этой службы Санюша завсюды. Первая, самая минимальная подготовка, это инспектора пограничной службы, это порядка двух месяцев. А, как вы задали вопрос, специалисты по техническим средствам, охрана границы, это четыре месяца. Специалист пограничного контроля, который выполняет задачи в пункте пропуска, это порядка полугода. Но это первичные знания и навыки. А в остальном это все отшлифовывается, опыт, дальнейшие курсы, которых очень много, на которые военнослужащие отправляются для того, чтобы качественно выполнять поставленные задачи. Олег Синчаров, Андрей Иванов, телерадокомпания «Гомик».